Приветствую! В эфире Вымпел. Здесь ты в нашей уютной компании как и всегда сможешь узнать все самое интересное из мира настолок, компьютерных игр, комиксов, кино и прочих радостях гиковской индустрии. Смотри сегодня в выпуске. Типа новостей из японской игровой индустрии настолка 100 тысяч лет до нашей эры и сериал по звездным войнам от создателей воин клонов. Начинаем мы наш выпуск по традиции с новостного блока. В этот раз помимо новостей игр затесалась и еще одна небольшая новость из мира сериалов. Konami провела презентацию по серии игр Silent Hill, про которую новостей не было уже несколько лет. На презентации был залп из всех орудий. Однако помимо игр в Японии, нового фильма и интерактивного стрима, больше всего зрителям запомнился анонс ремейка Silent Hill 2. Стало известно, что разработку будет отвечать студия Bloober Team, известная по The Medium и Layers of Fear. В игре будет вид из-за плеча, а в разработке принимают участие композитор Акира Ямаока и художник Масахира Ито. В данный момент дату игры пока не объявили, но уже известно, что первый год, то есть 12 месяцев, игра будет доступна лишь на PS5 и ПК, а уже потом выйдет на Xbox Series S и X. Другая компания из Страны Восходящего Солнца, Capcom, провела презентацию по серии игр Resident Evil. Каких-то новых анонсов на ней не было, но предоставили много информации по уже ранее объявленным играм. Самое интересное, конечно, касалось Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Winter's Expansion. По поводу дополнения. Оно привнесет вид от третьего лица в Resident Evil 8, демоверсия уже доступна, новых персонажей и уровней в режим наемники, ну а само сюжетное дополнение про повзрослевшую дочь Итана, Роуз, выйдет уже сегодня, 28 октября. Resident Evil 4. Полноценный геймплей переосмысления четвертой части. Из технических особенностей стало известно, что ремейк будет защищен Denuvo, а также по хронометражу игра будет составлять ровно столько же, сколько длился и оригинальный проект, то есть 17-18 часов. Из интересного Capcom пообещал справиться с версией и для PS4, хотя игра создается в первую очередь для консолей текущего поколения. При покупке PS4 версии, версия для PS5 будет бесплатной. Релиз 24 марта следующего года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series S и X. Предзаказы уже доступны. Давным-давно, во время Star Wars Celebrations 2022, Dave Filoni анонсировал новый мультсериал по вселенной Звездных Войн. Он получил название Star Wars Tales of the Jedi. Ну и первый сезон на данный момент состоит из шести эпизодов, три из которых расскажут о джедае Асоке Тано, а три о становлении Ситха Графа Дуку. Продюсером выступил сам Филони, а значит фирменный стиль, музыка, актеры озвучки из оригинального проекта на месте. Я вам скажу больше, дорогие друзья. Эту новость мы плавно переводим в нашу следующую рубрику. И сейчас мы поговорим о сериалах. Как и обещал, сейчас мы поговорим о сериале. В данный момент это Звездные Войны. История о джедаях. Он вышел, получается, в среду, шесть эпизодов. Формат несколько отличается от классических эпизодов повстанцев, бракованной партии, Войн клонов или Войн клонов финального сезона, выходившего на Disney+. В данный момент это шесть, ну, можно сказать, короткометражек, объединенных общей тематикой и общими героями, которые можно разделить на две темы. Три эпизода, посвященные Асоке Тано, три графу Дуку. По качеству, в первую очередь, можно сказать, что слегка изменился визуальный стиль, то есть на месте качества эффектов, то есть это и освещение, и разные реалистичные довольно-таки для мультсериала текстуры, и узнаваемые персонажи, которые пережили не одну итерацию в стилизованных воплощениях от каких-то лего-мультов до нескольких сезонов Войн клонов, в каждой из которых визуально стилистика менялась, и, значит, какие-то параметры лица претерпевали изменения. По содержанию все истории, как и полагается, являют собой смесь не очень важных или, напротив, важных для сюжета лаконичных и законченных каких-то рассказов, но поговорим про Асоку сперва, как главный на данный момент персонаж всей этой общей вселенной переживших появление в мультсериалах и в сериалах полноценных лайв-экшен. Это история про детство, небольшая красивая зарисовка, минималистичная, с небольшим объемом текста, персонажи мало говорят, все очень красиво, природа, акцент на какую-то медитацию, называется смотреть одно удовольствие. В данном случае сокращенный хронометраж чуть больше 10 минут нисколько не вредит. Напротив, ровно до того момента, когда уже начинаешь как-то ощущать, что серия затянулась, она благополучно заканчивается. Вторая серия, то есть она идет параллельно, посвящена первым шажкам графа Дуку на темную сторону, и она уже начинает отдавать вот этой самой клишированностью Диснея, особенно это заметно на контрасте с выходящим прямо сейчас, тоже, кстати, в среду эпизоды выходят в релиз, это эпизоды сериала Андорр, и видно, насколько здесь вот эта вся попытка в серую мораль натянута, то есть нам показывают определенно в данный момент графа Дуку, которым нам надо вызвать сочувствие, он здесь положительный персонаж, все, кто его окружают, его не понимают, все они какие-то гипертрофированные тупые, глухие, ну и, как и бывает в фильмах ужасов, напрочь игнорируют, что им говорит какой-то прозорливый, проницательный персонаж по поводу всей опасной ситуации, и эта тенденция прослеживается на протяжении всех трех эпизодов, то есть первый, связанный с Дуку, это абстрактная история про первые шаги, про сомнения, вторая, это прецедент, где он вместе с Мейсом Винду, тоже культовый персонаж, в фильмах его озвучивал и играл самой Лили Джексон, где они расследуют убийство еще одного джедая, и поднимаются снова вопросы о коррумпированности Сената, как известно, именно из-за этого Дуку сменил политическую сторону и стал полноценным учеником лорда Ситхов, и третий эпизод, получается, во всей этой арке наиболее спорный, потому что он пытается выйти из вот этой прекрасной формулировки сказания, то есть непродолжительные истории, которые не ограничены хронометражом и идут в первую очередь для того, чтобы рассказать историю, а не для того, чтобы заполнить свой определенный стандарт по времени, это как раз-таки идет эпизоду в минус, поскольку он пытается затронуть события между частями сериала и фильма, то есть нам показывают, как Дуку становится Ситхом, но нам не показывают ни как фактически его нарекают Дартом Тиранусом, ни как он меняет цвет своего меча, то есть просто абстрактная нарезка кадров, это есть такой грешок у всех эпизодов, когда происходят очень большие прыжки во времени, то есть за один 15-минутный эпизод может пройти 3-4 таймскипа, просто монтажом меняется кадр, и там прошел год, прошел месяц, прошло там две недели, из-за этого лаконичная история, которая хорошо досмотрелась как 10-минутная короткометражка, как это было у Нетфликса «Любовь, смерть робота», то есть какая-то лаконичная история, сама по себе начинается, заканчивается, вот пожалуйста. А здесь некоторые эпизоды очень сильно пытаются в раскрытие лора, но при этом не уделяют этому должного времени, и как будто несколько эпизодов, которые могли бы вместе составить хорошую историю, из них нарезали все самое вкусное, все как-то спрессовали, из-за этого ощущается не очень. Ну и личная претензия к уже заключительному эпизоду в данный момент, это становление Асоки как отдельного персонажа уже после приказа 66, это схватка с инквизитором, и, что меня смутило, вместо их какого-то усредненного дизайна, это персонаж с маской и черепом жнеца из Overwatch, какое-то вообще хоккейное украшение защита. Но, тем не менее, сериал красивый, почему его не взглянуть, благо хронометраж позволяет, если вы поклонник, если у вас есть время, на уж тем полтора часа, это то самое зрелище, которое может скрасить ваш вечер. В этом случае я могу его вам порекомендовать. А от сериала мы переходим к куда более затратному по времени увлечению. Это, конечно же, к настолкам. А сегодня в нашей рубрике очередной настольный раритет. Довольно-таки тяжелый, древний. Название соответствующее. 100 тысяч лет до нашей эры. И вот эта красота у нас на столе. Вернемся к тому, что это у нас раритет. Сейчас его можно купить только в каких-то местах, которые занимаются частной передачей на столах из рук в руки, потому что ее сняли с продажи. Она довольно древняя. Я ее уже лет 10, как помню. В младших классах она у меня уже была. И надо сказать, что тот случай, когда трава была зеленее, действительно, можно сказать и про эту игру. Она безумно красивая. Я думаю, даже без моих каких-то лишних комментариев это можно заметить. Куча всяких прикольных жетонов, приятных очень на ощупь. То есть и камни, глина, дерево. И очень классные, причем разнообразные жетоны, которые выполняют собой функцию подсчета очков в том числе. Это и грибы, и рыба, и кто-то косматы, мясо очевидно, и ягоды. То есть все, что здесь можно оформить красиво, было оформлено. Игра по сути своей на подсчет очков. То есть вы под предлогом развития собственной общины должны перещеголять своих противников на вот этом треке, который опоясывает, если можно так выразиться, наше поле. Например, набор очков у нас происходит через набор ресурсов. У каждого есть свой планшет, они не уникальны в этом вопросе. У них аналогичные иллюстрации. Здесь мы базируем наших поселенцев. Здесь довольно наглядная памятка, что за что мы получаем. Здесь мы можем прокачивать качество так называемыми инструментами. Инструменты мы тоже можем получать. Игра очень напоминает современно очень популярный Everdell. То есть у вас есть определенное количество жителей, которые могут меняться и которые вы должны отправлять на разные миссии, чтобы обеспечивать и самих жителей, и каким-то образом получать ресурсы. То есть, допустим, если мы говорим о строительстве, это весьма зависит от того, какая карта выпадет затратной по ресурсам способ получения очков, но при этом очень полезный на поздних этапах. То есть вот я встал, мне надо отдать одно дерево и две глины. Это значит, что мне надо вначале сходить, добыть ресурсы в прошлый ход, умудриться их получить в том объеме, которым нужно, успеть встать, пока сюда не встал противник, и их заплатить, если мы ставим, например, на тот же ход, а у нас этих ресурсов нет, то фактически мы человека потратили впустую. Да, зато этот ресурс не получил противник, но, учитывая, как здесь много всего и как много альтернативных активностей, такой блеф может очень дорого обойтись, потому что ваш, скажем так, сосед по племени или племя с вами конкурирующая, община какая-то, сочтет, что ну и нафиг ему эта стройка, он может просто получить ресурсы аналогичным способом, например, через трату определенных, то есть в данном случае любых ресурсов и получение карточек технологий. Нижние части нужны нам для получения очков на финальной фазе игры, а верхние могут дать какой-то сиюминутный бонус. Причем игра в этом плане довольно интересная, несмотря на то, что все построено на конкуренции, из ситуации разной ситуации бенефит может получить любой играющий. То есть, допустим, мы встаем на эту карточку, здесь можно получить два любых ресурса. На эту карточку можно по очереди бросить кубик, или, например, тот, кто встал, кидает два кубика, у меня вот 4 и 1, я могу получить или одно дерево, или одно золото. Что бы я ни получил, второй получит мой противник. И, несмотря на то, что любая душонка скажет, мне золото надо, в какой-то момент вот это самое дерево может оказаться куда важнее. И по поводу компонентов, не могу не вернуться, это очень балдежное по своим ощущениям впечатление, которое трудно передать, когда вот все такое приятное во время, нынешнее время, скажем так, когда засилие пластиковых каких-то фигурок, очень много карточек. Игра довольно минималистична по современным объемам, масштабам, если с тем же Эвердолом сравнить. Нет такого огромного раскидистого дерева, но какая же она приятная на ощупь. Вот этот стаканчик, он из кожи, из-за времени и частого использования, он, скажем так, несколько потерял свою форму, но не потерял свою... Главная особенность, в нем можно балдежно кидать кости. Ну и в целом, компоненты очень хорошо сохранились, все оформлены оригинально, как снаружи, так и внутри. То есть у всех есть какой-то прикольный задний фон. Ну, есть многофункциональные карты, у которых там двусторонние принты, но по самой игре можно сказать, что она не продолжительная по времени, то есть за два часа можно вполне быстро разложиться и решить вопрос, кто из вас самый прогрессивный уга-буга на этом... Ну, непонятно, где это, восток, запад, север, юг. Но, думаю, когда разглядываешь такие красивые иллюстрации, я не знаю, насколько это видно в приближении, но вот когда смотришь близко, это очень красиво. Тут есть какие-то свои мини-истории. То есть в игре есть такое понятие «даунтайм». Это когда один ходит, долго там высчитывает свои хитрые комбинации, если у него не хватило так-то это сделать в тот момент, когда ходят другие, и он в свой ход сидит, что-то там думает. Игроки обычно скучают, если это специфическая компания, тут же лезут в телефоны, в особо одеозных сообществах настольщиков за такой могут и поколотить. Но эта игра, это прям прекрасный пример того, чем можно себя занять, если вдруг кто-то затупил или запутался в собственных хитрых комбинациях. Что-то сидеть, рассматривать, как тут золото вымывают, как тут добывают камень, как тут глину выдалбливают, как тут что-то дерево заготавливают. Тут охота, медведи, олени, ягоды, рыба. То есть все наглядно показано и очень красиво. В тот момент, когда сейчас очень популярен какой-то экспериментальный дизайн, чуть ли там не игры с карточками, которые оформляют нейросети, с приложениями, это вот замечательный пример тактильной и очень понятной игры, которая может быть интересна. И как отдельно взятым взрослым игрокам. И какой-то семейной компании, независимо от возраста, я в нее с детства играл, мне она все еще очень сильно нравится. Поэтому я думаю, что я могу про нее говорить очень-очень-очень-очень-очень долго, но суть вы уловили, что она очень классная, если у вас получится ее урвать, я вам гарантирую, что это будет потрясающим опытом. Если вам получится ее просто посмотреть, вы не менее интересно проведете время, хотя и не так приятно, как это можно провести в живой компании. На этом наша рубрика плавно так перетекает в концовку, а я еще немножко поиграю с этими прекрасными кубиками. Наша программа подходит к концу. Тем не менее, дорогой друг, нисколько не сомневаюсь, что через неделю мы увидимся снова, а значит с нас. Новости и еще несколько интересных тем. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин